В ночь на субботу 26 апреля на дорогах Копейска состоялся рейд ГИБДД. Днетрезвый водитель. Свидетелем очередной плановой проверки стала Виктория Дышаева. Ужасная погода, дождь, ветер, грязь и холод не помеха для работы сотрудников полиции, особенно если речь идет о плановых проверках на дорогах нашего города. В связи с увеличением тяжких ДТП по вине нетрезвых водителей в Копейске регулярно проводятся рейды на выявление злостных нарушителей. Это мероприятие специальное и в соответствии с пунктом 63 административного регламента в рамках этого специального мероприятия сотрудники ГИБДД имеют право остановить любое транспортное средство. То есть даже если нет признаков наличия административного правонарушения, однако в рамках подобного мероприятия этот пункт регламента нам дает право останавливать и проверять любое транспортное средство, в том числе водителя, пассажира и перевозимый груз на наличие административных правонарушений. Обычно рейды ГИБДД проводятся в час пик каждую пятницу в конце рабочего дня, когда из Челябинска в Копейск движется большой поток транспорта. В рамках рейда автоинспектор вправе остановить любую машину, даже если нет видимых нарушений. И уже в ходе прямой проверки автомобиля сотрудник ГИБДД может указать на явные нарушения. Как, например, на запрещенную тонировку передних стекол. Однако не всегда водители охотно соглашаются ее снять. Сейчас мы прибором замерим. Светопропускаемость ваших передних стекол должно соответствовать с ГОСУ 57, 27, 88. То есть должно соответствовать не менее 70%. Понимаете? В итоге за отказ водителя лишили госномеров до тех пор, пока тонировка не будет удалена. За 8 часов непрерывной проверки сотрудники ГИБДД зарегистрировали несколько нарушений правил перевозки детей. Пятерых пешеходов оштрафовали за переход в неположенном месте, а водителей в нетрезвом состоянии в этот раз замечено не было.